Здравствуйте, уважаемые родители! Мы продолжаем разговор с вами по поводу анализа ситуации, по поводу анализа вашей переписки. В принципе, желание поговорить на эту тему, она возникает и на эту или иную тему. Она возникает не просто так, от того, что нам что-то хочется, она возникает на основе анализа ваших общений в чате, ваших общений в различных сообществах, где вы с друг другом о чем-то делитесь. И вот очень настораживает один момент, причем меня как специалиста, он настораживает особенно сильно, особенно сильно тревожит. Когда вы начинаете друг другу рекомендовать те или иные препараты, те или иные средства, особенно впечатляют такие высказывания, как, например, ну вот что там, подаю я там какую-то травку, ну это же только травка, чего от нее будет, ну в крайнем случае не поможет и все. Вот это глубочайшее заблуждение, и мы об этом с вами сегодня поговорим, исключительно для того, чтобы предостеречь вас от очень тяжелых ошибок. Дело все в том, что любые препараты, любые лекарственные вещества, основанные на травах, на гомеопатии, на каких-то природных веществах и так далее, они имеют очень сильный индивидуальный эффект. И вот при назначении или перед применением того или иного препарата вам нужно совершенно четко определиться в степени его полезности или даже в степени его необходимости вашему ребенку. Как это сделать? Что нужно сделать, прежде чем вы начнете давать этот препарат или эту добавку биологическую? Вы берете инструкцию, в которой написано достаточно много, и в этой инструкции вас интересуют две рубрики. Первая рубрика – это состав. В каждом препарате есть состав, в котором перечислены те ингредиенты, которые входят в этот препарат. Вы очень внимательно это читаете. И если вы что-то не знаете или что-то вам кажется незнакомым или неуверенным, то находите в интернете все, что написано об этой составляющей. И очень внимательно читаете все, и особенно раздел побочные явления или побочные эффекты. Почему? Потому что в этих побочных эффектах скрыто то, что обычно, как говорится, пишут между строк, скрыты те ситуации, те подводные камни, с которыми вы непременно столкнетесь. Ну, например, если там написано, что нужно с осторожностью применять у людей с заболеваниями, скажем, почек или печени, то понятно, что этот препарат ни в коем случае нельзя применять для лечения ребенка, у которого есть проблемы, скажем, даже минимальные проблемы с почками или печенью. Если, скажем, пишут, что возможно, или иногда, или там вот в редких случаях возникают аллергические реакции, значит, эти аллергические реакции, их риск очень большой. И вероятнее всего, у ослабленного, у больного ребенка эти аллергические реакции обязательно проявятся, даже если их раньше не было. Другой момент. Если какие-то составляющие того или иного препарата написано, что они, скажем, могут не всегда усваиваться, или иногда есть ситуации, когда они не могут всасываться или плохо всасываться в желудочно-кишечном тракте, значит, вероятность того, что этот препарат всасывается очень мало, а всасывается какая-то часть очень маленькая этого препарата, остальное выходит транзитом просто так, соответственно, эффект этого препарата будет минимален. Причем я сейчас говорю не только о препаратах лечебных, о лекарствах, я говорю и о биологических добавках, и о различных каких-то травяных сборах. Вы же не будете совершенно одинаково применять, скажем, настойку, сделанную из белых грибов и настойку, сделанную из поганок. Это и то грибы, и то грибы. Но результат, я думаю, что вы догадываетесь, будет совершенно разный. А, казалось бы, это относится к миру флоры. Таким образом, и к препаратам лекарственного происхождения нужно относиться очень осторожно. Они вызывают аллергию, они очень часто дают индивидуальную реакцию непереносимости. И что еще не менее важно прочитать в инструкции, это совместимость этих препаратов с другими лекарствами. Очень важно посмотреть, что бывают составляющие того или иного препарата. Ну, скажем, да, там несколько видов составляющих. Идет там, предположим, какая-то добавка в этот препарат, которая абсолютно несовместима с тем веществом, которое вы еще даете ребенку. Или которая входит в диету вашего ребенка. Допустим, какое-то вещество в сочетании с молочными продуктами вызывает, скажем, да, проблему желудочно-кишечного тракта. Даже если в инструкции написано, что это крайне редко, что это в исключительных случаях, что это вот бывает под большим вопросом, это обязательно случится. Потому что производители препаратов, они коммерческая структура, их задача реализовать препарат и выпустить его в широкую продажу. А ваша задача совершенно другая, поэтому вы относитесь к этому очень осторожно. Если вдруг по каким-то причинам вы столкнетесь с совершенно незнакомой составляющей того или иного препарата, лучше несколько раз проконсультироваться. Причем консультация должна быть у грамотного специалиста, не у бабушки на скамеечке у подъезда, не у мамочек, которые этот препарат применяли и довольны и счастливы, как он им хорошо помогает, а у специалиста, который знает и который несколько лет наблюдает вашего ребенка. Этот специалист в состоянии оценить правильность вашего выбора и предсказать возможную реакцию вашего ребенка на ту или иную составляющую. Чаще всего, скажем, обычное явление, когда дают, допустим, препарат железа, для ребенка у которого низкий гемоглобин, и вдруг выясняется, что у ребенка на фоне приема препарата железа возникают очень сильные проблемы с кишечником, возникает понос, возникает рвота, возникает все вплоть до изменения цвета стула и до появления прожила крови там, родители в ужасе, родители там пытаются лечить какую-то кишечную инфекцию, а все оказывается предельно просто, если вы прочитаете, что препараты железа всасываются плохо через золочный кишечный тракт и вызывают резкое нарушение деятельности кишечника. Таким образом, этот понос связан не с инфекцией, которой у вашего ребенка нет никакой, а связан с побочным эффектом препаратов железа. И, соответственно, надо менять, не отменять именно эту форму, искать форму другую, ну, например, скажем, уколы, например, скажем, другие формы железа, которые благополучно будут лучше всасываться и давать совершенно замечательный эффект, не принося ребенку никакого вреда. Поэтому каждый препарат должен быть вами проанализирован, проанализированы его составляющие. Вы должны иметь четкое представление, как и ваш ребенок может потенциально отреагировать на этот препарат, и только потом, проведя этот анализ, и получив ответ на вопрос, можно ли это делать, вы начинаете давать этот препарат. И я надеюсь, что вы продумаете, проанализируете эту ситуацию, пересмотрите частично, в большей или меньшей степени, ваше поведение в этой области и сделаете правильные выводы. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!